всем привет сегодня взяла в руки вот такой кусок флотера темно-синего вот такие в нем погрешности есть дырки всякие и вот смотрю думаю о том как раскроить поскольку толщина такой кожи около двух миллиметров это прочная долговечная мягкая кожа просится для изготовления рюкзак но как видите при первом взгляде на этот кусок кажется что здесь невозможно выкроить такое большое изделие не забываем что для рюкзака нужны длинные ручки и достаточно много кожи чтобы сделать сам корпус какой бы вы крой не выбрали да но мы попробуем я вам сейчас покажу что тут можно придумать как я и говорила когда показывала рабочий процесс пошивом сумки на синий из толстых из толстой кожи всегда первым делом выкраиваются длинные детали поэтому я замеряю вот это расстояние которое самое длинное у меня видите самое длинное расстояние которое здесь можно 93 сантиметра но пускай там 90 до будет то есть вот этого длины вполне хватит на то чтобы вырезать лямочки первым делом таким образом вы делаете срез по самому живому и хорошему куску да вот этот центр который в принципе мог бы но мог бы быть использован для корпуса но если мы сначала порежем корпус то потом нам есть чего будет резать ручки поэтому изгаляемся как умеем сначала будем резать ручки всего-то нам нужно пару полосок длинных вот а потом из всех остальных кусков будем собирать выкраивать корпус покажу эти четыре полосы я взяла по два сантиметра оптимальный размер здесь хватит и на то чтобы сделать двойные лямки два слоя кожи и если что-то останется еще какие-то дополнительные хлястки это по ходу откорректируем модель что осталось значит ведь я даже не дорезаю того чтобы лишнего не отрезать чтобы этот рез потом не мешал не да что у меня осталось на осталось такая площадка такой кусочек вот прям с ладошку две ладошки такой кусочек и кусочек с дырками кусочек с дырками сразу возникает идея обыграть это каким-нибудь интересными заплатками придумать интересную модель либо что-то еще посмотрим что еще можно сделать вот все что осталось с этого и будем кроить дальше что у нас получилось у нас получилось два куска для фронтальной и спинки этот с дырками этот с порепкой все остальное уже нормально задача будет вот эти места обыграть придумать такой дизайн чтобы это было прикольно боковинки значит одна вырезается ну 30 почти высота и 22 21 в ширину это достаточно нормально для рюкзака на 2 не хватает видите угол сейчас значит мне нужно этот угол докроить но лоскутов у меня остается вот сколько сейчас и не забывайте мне же еще нужен клапан да всего три лоскута как я размышляю дальше мне нужен клапан рюкзак получается довольно широким то есть если вот это фасад то сгиб вот смотрите видите боковинка подставляется еще там ну плюс толщина будет да то есть вот что-то такое по ширине мне нужно подобрать на клапан то есть клапан не совсем крохотный здесь поэтому у меня вот эти куски остаются и здесь самое длинное место опять же логика такая нам нужно скроить длинную деталь поэтому вот эти куски я наверное предпочту взять на клапан придумаю как их собрать ну то есть вот длина и вот что-то тут такое намудрить надо будет да и еще донышко же надо и еще добавить боковинки вот все что осталось сейчас посмотрим что получится еще кусочек который подойдет чтобы нарастить боковинку вот смотрите мне нужно достроить прямой вот этот угол и когда я найду подходящий кусочек вот это место я волной так не оставлю я их одновременного так срежу и по этой полосе потом их буду стыковать дальше уже там вход декор пускаем вот этот кусочек видите если его так приложить можно до сюда вот поднять короче он не подходит работа покрутила покрутила скорее всего на клапан все таки я выберу самые высокие куски вот из этих двух я сейчас вырежу хотя бы какой-то глубины получится клапан понятно что все это отрежу какой-то полукруг здесь сделаю ну или что-то вот чтобы он хотя бы немножко закрывался понятно что есть хлястик потом будет пришиваться и вот смотрите что остается на донышко но совсем совсем крохотные кусочки явно что их придется собирать зигзагом на машинке чтобы что-то и все краем клапан смотрите подбираю куски максимально длинные до чтобы мне перекинуть всю толщину еще что-то опускалась на переднюю часть вот у меня такой вот есть странно тут еще не отрезан крови тирваны состыковали вертикаль я отрезала пока лишние вот максимально широко здесь и здесь как нам нужно симметрию сделать это уже часть это шире у меня это не смущает я не буду придерживаться симметрии уже думаю что здесь я сделаю оплёточку какую-нибудь и пускай она будет асимметрично нет не на самой симметрии поэтому можно сделать так берете перекидываете эту деталь вот так выравниваете параллель то есть отступаете насколько можно вот равняйте низ и вверх ответили вертикаль меня выступила зачем будет подрезать и вот максимально что вы можете позволить себе вы можете сразу вырезать как я вырезала вот эту часть да вот наложила две детали и одним срезом два слоя прорезала также здесь можно сделать вот так взять какая нам линия больше нравится по уже пошире вот можно например пошире внизу но по уши вверху вот так соблюдаем вот эту чтобы нам не сдвинулась это параллель до ровненько прижимаем и одним срезом отрезаем допустим так потом ровняем вот эту давайте сделаем это первое действие были кусочки и вот второй слой вот она наша и теперь вот сюда переносим линейку и выводим линию верхнего вот отрезать отрезала я убираем лишнее и смотрим что у нас получилось что у нас получилось вот получился у нас вот такой такая заготовка для клапана что осталось сделать осталось проверить вертикаль в помощь коврик нам укладываем детали вот по линии по какой-нибудь по яркой так так проверяем и смотрим линия вот это совпадает у нас или почему-то до отклонения есть угол есть или живите значит надо будет сейчас вот это все подрезать тогда у нас заготовка для клапана будет в наличии и смотрите сколько еще много маленьких лоскутов которые потенциально могут сформировать донышко но эти не берем а вот видите какая ширина у этой детали видите какая длина у этой детали вот и остальное до соберем до соберем до соберем из каких-нибудь совсем уж лоскутиков то есть зависимости от того на сколько мне тут хватит ширины как-нибудь как-нибудь я пока не знаю как я это все ложу ну вот в принципе видите что я все это понятно не так вот как внахлёст я это все буду состыковывать и доводить до какого-то овальчика то есть такой прямоугольник с закругленными краями и практически все лоскутки у меня уйдут на донышко и все все что осталось от этого лоскута у куска большого вот получились у нас заготовки для очень даже не маленького рюкзака я вам скажу с хорошими полноценными лямками вот все остальное обыгрываем декором здесь суть в том что кожа вот такая толстенная она не убиваем а ее можно носить носить очень много лет так как у нас происходит сборка донышко смотрите все кусочки неправильной формы поэтому я просто делаю так вот мне допустим нужно какой-то вот примерно овал сделать то есть что-то потенциально похоже на донышко я начала подкладывать подкладывать там где например вижу более-менее совпадающие линии вот например да ну примеру показал вот у меня например совпадает вот эта длинная сторона вот если так приложу вот но допустим на наслаивается вот это место то есть значит здесь я довожу линию так вот если эта часть прямая нижняя дату я где-то так вот то есть нахожу место где больше где ближе всего можно состыковать точнее всего и вот так вот лишнее подрезаю прежде чем вот например вот тут еще смогу подрезать брать вот этот фрагменте и тогда вот эта часть вот уже так сверху могла бы при 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 пришиться зигзагом но это просто пример показал то есть это не значит этот кусочек здесь прям подходит может быть он подойдет вот в эту сторону куда-то да то есть смотрите вот у меня осталось вот вот и немножко вот все из этого нужно сложить какой-никакой донышко если то есть чем длиннее она у меня получится чем шире рюкзачок может быть поуже надо будет да вот например отрезать сделать вот такие но в целом вот так выглядит заборочка то есть это будет на донышке изделий да поэтому в общем я не думаю что прям критично то есть это не люксовый сегмент изделия поэтому все равно ну как бы средняя ценовая категория допустимы такие вот все работаем но я вот продолжаю делать и смотрите ролик уже далеко ушла уже даже не записываю покажу просто пример как можно заделать дырки вот одна помните была дырка вот она у меня ушла под молнию то есть вот это место где была вертикальная самая глубокая а вот так я задела прежде чем вот эта вторая заплаточка которая легла тут как бы тоже вот такая вот была прям дырка я прям показывал ну что я с ним сделать я вырезала точно такой же фрагмент из кожи вклеила затем с обратной стороны обязательно вы фиксируете чтобы то чтобы вот эта толщина и чтобы толщины в этой дырке нет не было да все много как-то ну чтобы не провалилась короче и потом вот что-то какой-то декор ну я честно говоря выбирала выбирала два дня его прямо остановка мне было в шитье в концовке я вот такой цвет цвет кожи выбрала будет очень такой строгий рюкзачок вот такой цвет кожи и клапан сегодня сделала и соответственно из этой же кожи коричневой делаю такие заплаточки вот сюда поставлю и все и у меня будет короче обратная сторона обычно такая знаете неряшлива клеек всегда в общем вот то есть вот это прям функциональная штучка будет будет замок это будет на спинке на спинке будет вот такая бирочка на эту бирочку но можете поставить под эти сни не можете крепочки что хотите и она ничего не будет а здесь ну тоже какую-нибудь закладку я вырезаю сюда куда-нибудь поставлю вот ну я осталась показать заготовку для для донышко вот из этого будет при зала . пустого когда я уже сошью в круг весь корпус и здесь уже отчерчу все дальше не буду записывать потому что все равно никто до конца не смотрит пока пока